Здравствуйте! В эфире выпуск новостей в студии Виктор Раду. 22 ноября вся Украина отмечает День памяти жертв Голодоморов, за время которых, по разным оценкам специалистов, погибли от 9 до 15 миллионов человек. Помянуло погибших и Одесса. Утром на Лидерсовский бульвар к мемориалу жертвам Голодомора 1932-1933 годов пришли городские власти, духовенство и общественность. Напомним, что первый Голодомор был в 1921-1922 году. В результате гибели урожая из-за сильнейшей засухи голодом были охвачены Поволжье, Южный Урал, Сибирь, Северные районы Казахстана, Крым, Украина и ряд других областей. Еще более тяжелым был голод 1932-1933 годов, когда засуха погубила урожай практически всех зерновых районов СССР. Николы не сгасны в огонь нашей памяти. Эти слова написаны на монументе памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов на Лидерсовском бульваре. Выразить свое сочувствие с жертвам Голодомора в этот день перешли все неравнодушные горожане. Трагические страницы истории нашей страны не забыть, делится Александра Запорожец. Она до сих пор вспоминает, как ее бабушка рассказывала о событиях тех лет. Были свидетели, как моя бабушка, которые... И многие, конечно, которые поумирали в 1933 году. Да, это было, конечно, страшно. Не дай бог, чтобы это повторилось сейчас. Кушали хлеб. Какой хлеб? Бабушка ходила к деревням, рвала листья липы. И вот из этого листья они пекли хлеб, от которого, конечно, тошнило. Или собирали мерзлую картошку, которая оставалась после земли. И она отвратительная, конечно, на вкус, но вот этим и спасались. А вот подружка, которая вышла за село, и на ней напал человек, который находился в Комешах. Он был очень голодный, конечно, обессилен. Он напал на эту девушку и ставил ее живцем гристи за плече. Вона не могла обороняться, но очень кричала. Он также был несилен, чтобы ее забить, а потом ее гристи. Ну, и кто-то почув, те же девушки там на краю села стали бежать и ее извольнили. 81 год прошел с того преступного голодного геноцида, который постиг в 1932-1933 годах Украину на Лидерсовском бульваре, где воздвигнут памятник жертвам трагических событий. Дань памяти тем, кто безвинно пал в тяжелые годы советского режима, отдавали потомки выживших, тогда и те, кто знакомится с черными страницами истории страны лишь по документам и свидетельствам той эпохи. В Украине практически нет семьи, которую не затронули голодные годы 1932-1933. То, что произошло, не должно больше повториться. Именно для этого стоит чтить память павших голодной смертью людей, говорят горожане. У меня лично в моей семье очень много членов семьи погибло от голодомора, и я пришла, конечно, почтить память их. У моей прабабушки, их было 10 детей, ей было 38 лет, когда выжил только один ребенок из всех. И, естественно, я пришла зажать свечку, что мы о них помним. Поколение постарше знает страшную историю 1932-1933 годов из первоисточников, от своих отцов и матерей. Мой отец пережил это все, ему было тогда 16 лет, и он мне много рассказывал. Рассказывал тогда, когда я еще училась в школе, то есть была совсем девочкой, и об этом даже нельзя было заикаться. И когда он мне об этом рассказывал, то, конечно, предупреждал, что молчи, не говори. К сожалению, было так. И очень много, зная фактов, очень много погибло его родных, близких. Есть и те, которым их близкие ничего не поведали о тех страшных днях, чтобы их не травмировать. Бабушка моя это пережила, но она ничего не рассказывала. Говорила нам, что лучше вам этого не знать. Так что узнаем уже от источников, читаем. И, конечно, боль и скорбь. Возложением цветов одесситы почтили память жертвам голодоморов. Все те, кто пришел почтить память погибших от голода, выстроились в колонну и отправились на Соборную площадь, где выложили крест из траурных свечей. По традиции, на Соборной площади в Одессе в день памяти о жертвах голодомора 1932-1933 годов проведен митинг реквием «Зажди свечу». Десятки лампадок мерцают скорбными огоньками в память о безвинно погибших от голода украинцах. Такие же свечи в этот день можно увидеть в окнах домов украинцев. Прямо на Соборной площади в день памяти жертв голодомора одесситы зажгли лампадки, выложив их в форме символического креста. Бог чекает от человека, чтобы она любила правду, была милосердною и смиренно ходила перед Господом Богом своим. Поэтому, дорогие во Христе, если мы сегодня, вспомним те жертвы, которые были покладены на жертвенник украинской государственности, если мы не переменим себя и не станем на шлях правды, добра и любви, то мы все так загинем. А ровно в 4 часа вечера на Соборке прошла общенациональная минута молчания в памяти погибших в 32-33 годах 20-го столетия. Одесситы приходили со свечами и лампадками, молились и вспоминали страшные страницы истории. Память помянуты, помянуты, тех загибших от голода, как говорится, память их, поставить свечку, послухать молитву. Пришла почти память жертв Голодомора, это же наша история. У меня Бог миловал, в семье никто не погиб. Я считаю, что это защита от Бога, от Богородицы. Я думаю, что нас так умынуло, но я много читала еще в 90-е годы про эти жертвы, про этих невинных людей, особенно про детей. И, конечно, сердце болит, хочется прийти, хоть как-то почтить их память. Хотим просто поддержать вечную память тем людям, которые были невинно убиты, в связи с тем, что у кого-то было желание, чтобы украинцев было меньше и поломать украинский дух. Это страшно уявить, чтобы такое произошло с моей родиной в теперешний час, и поэтому хочется отдать шану, память загиблим людям. Основная роль участкового инспектора милиции – это оказание помощи людям в реализации их прав и законных интересов. Особое внимание органы ГОИ МВД уделяют профилактической работе, ведь она может существенно сократить количество преступлений в микрорайоне. В настоящее время на профилактических учетах органов ГОИ МВД Украины в Одесской области находится около 6 тысяч человек, которые совершают насилие в семье. Из них в текущем году после вынесения официального предупреждения поставлены на учет более 4 тысяч. По заявлению подполковника милиции Романа Кузьмича, особое внимание участковые уделяют одиноким людям пожилого возраста. Отдельное внимание уделяется посещению по месту жительства и проведению профилактической работы с одинокими людьми пожилого возраста с целью предупреждения совершения в отношении этих лиц противоправных посягательств. С начала года в отношении данной категории лиц было совершено более тысячи преступлений. Из них только по городу Одессе – 296. Благодаря работе участковых инспекторов 233 преступления было раскрыто. Ольга Ивановна, жительница Малиновского района, случайно познакомилась со своим участковым Денисом Новицким и взяла визитку с его телефоном. Спустя какое-то время домашняя обстановка у женщины резко ухудшилась, и Ольга Ивановна вынуждена была обратиться за помощью к участковому. И я вот так вот обратилась к Денису Валерьевичу по телефону, он меня не знал, ну так видели просто. Обратилась и он немедленно, немедленно отозвался на мою просьбу, приехал. Хочу отметить, что он очень воспитанный человек, он мне очень помог, я ему благодарна. С тех пор я так как-то, ну знаю, если что-то, какой-то вопрос возникает, я к нему обращаюсь. И с его помощью у меня решена не одна проблема серьезная. Хороший участковый всегда умеет выслушать пожилого человека и по возможности помочь ему в трудную минуту. Ольга Ивановна не одна с благодарностью отзывается о своем участковом. Слова признательности звучали и от других жителей микрорайона, включая и отца Илью, настоятеля Свято-Стретинского храма. 11 лет служу в этом храме и много вопросов приходилось решать. Я знал, что с Денисом Вилерьевичем можно решить любой вопрос. Конечно, в наше время очень много привыкли рассказывать плохого о милиции. Я бы хотел, наоборот, сказать пару таких прекрасных, хороших слов, потому что это человек истойный такого уважения. Принципиальность, объективность, организованность и способность контролировать собственные эмоции и качества, которыми должен обладать хороший участковый инспектор. Как известно, лучшая оценка работы участкового – высокий уровень доверия населения. Знают ли своих участковых инспекторов одесситы и как они относятся к сотрудникам милиции, узнавала наша съемочная группа. Вы своего участкового милиционера знаете? Нет. А почему не знаете? Ну, во-первых, вед-адидатах. Нет. Не приходилось сталкиваться, надеюсь, не придется. Ну, а знаете, например, вот, ну, телефон, допустим, куда можно звонить, если вот он вам вдруг понадобится? Нет. В целом же мнение горожан относительно работы сотрудников милиции разделилось. Некоторые одесситы правоохранителям не доверяют, другие их работой вполне довольны. Я не уверен в нашей милиции абсолютно. То есть, она уже показала, проявила себя и в Одессе, и в Украине. Обращалась, и у меня как бы не было, там, проблем не возникло. То есть, ко мне нормальное отношение было. Составили там заявление по моему вопросу и там направили куда надо. Как бы мое дело разрешилось положительно. Для людей я не вижу, чтобы они что-то делали. Даже взять 2 мая, это вообще отдельный разговор. А что касаемо даже каких-то бытовых моментов дома, там, либо кто-то пьяница, либо еще что-то, должны приходить участковые, правда, должны следить за семьями. Этого нет. У меня во дворе, например, этого нет. У алкоголиков столько, воров столько. Недавно сняли на первом этаже решетку с дома ночью. Десять раз писали, звонили. Никто. Я считаю, что они не работают. Однако, какое общество, такая и милиция. И если зарплаты мизерные, условия работы рядового сотрудника милиции оставляют желать лучшего, а работать нередко приходится сверхурочно, то в первую очередь реформировать нужно саму систему, считают некоторые одесситы. Нашей милиции сотрудникам зарплаты не хватает. Да, они на маленькой зарплате все. Поэтому они меньше работают, может быть, и много работают, но у них маленькая зарплата очень. Много профессионалов ушло раньше. Сейчас молодые ребята пришли, они не совсем подготовлены, может быть. Но есть ребята, которые хорошо знают работу, любят работу. В уровне подготовки, компетенции, во-первых, навыки общения, коммуникации, коммуникабельность. И все основные профессиональные навыки тоже у них подхрабывают. Скрутить они могут, а вот разбираться они не умеют. Как считаете, как это можно изменить? Полностью проводить реформу по изменению, во-первых, системы обучения сотрудников внутренних дел. Радикальные изменения, мне кажется, с низшего, с самого низшого уровня до выше, мне кажется. Ну и дело в людях еще, знаете. То есть, да, ну, допустим, сменим верхушку, а если не прогнивший, то что делать? Очередное минирование в Одессе. На этот раз правоохранители искали взрывчатку в одном из отелей на Лонжероне. 22 ноября около 9 часов утра на спецлинию 102 поступило сообщение от мужчины, который и сообщил о том, что данный прибрежный отель заминирован. К месту предположительного минирования была направлена следственная оперативная группа Приморского райотдела милиции и службы оперативного реагирования. Взрывотехники обследовали всю прилегающую к отелю территорию. Из здания были эвакуированы 150 человек. В результате никаких взрывных устройств и взрывоопасных веществ не было обнаружено. В настоящее время принимаются меры по поиску телефонного террориста. Правоохранители в очередной раз подчеркивают, подобные шутки не только опасны, но и грозят злоумышленникам решением свободы сроком до 6 лет. А в Измаиле пьяные посиделки закончились смертью одного из участников застолья. Тревогу забили соседи, которые заметили, что из дома напротив долгое время никто не выходит. На место выехали правоохранители, которые обнаружили в доме труп 39-летнего хозяина. Как оказалось, вместе с погибшим в последнее время проживал его знакомый. Мужчины вместе работали, а в свободное время любили выпивать. В тот злочастный день инцидент между товарищами произошел во время застолья, которое переросло в ссору. В результате этого гость нанес 39-летнему хозяину тяжелые телесные повреждения, от которых тот скончался. Сейчас подозреваемый находится под стражей. За подобные действия злоумышленнику грозит срок до 10 лет лишения свободы. Каким должно быть воспитание детей? Этим важным вопросом задавались во все времена и родители, и педагоги. На сегодняшний день существует множество методик и рекомендаций, но каждый родитель стремится найти свой собственный путь, который позволит ему воспитать в ребенке гармоничную и целостную личность. Но от ошибок никто не застрахован. Какие типичные ошибки совершают родители, вы узнаете в этом репортаже. Именно в детстве формируется характер детей, модель поведения и ценности человека. Поэтому ошибки в воспитательном процессе детей могут в дальнейшем обойтись. Их родителям очень дорого, считают специалисты. А чего даже у благополучных родителей растут трудные дети? На этот вопрос в прошлом веке искал ответ известный советский педагог Антон Макаренко в своей статье «Авторитеты». У него есть такая великолепная статья об авторитете. И вот уже там, в те далекие 20-е годы, он написал характеристику основных авторитетов, которые имеют родители у своих детей. И там он выделял особый вид, так сказать, авторитета. Он называл это авторитет откупа. Я тебя обеспечил, я тебя дал все, что необходимо, а вот ты должен самовоспитываться, так сказать. Я откупился от ребенка, и им не хочу заниматься. А ребенок – это развивающаяся личность, и он хочет постоянного контакта. Специалисты называют три основных ошибки родителей в воспитании детей. Это дефицит внимания, гиперопека и авторитаризм. Дефицит внимания и понимания, к сожалению, встречаются и в благополучных семьях. А родители и дети даже все меньше понимают друг друга, отмечает Вячеслав Кузнецов. Отцу и матери нужно стараться как можно больше времени проводить с ребенком, много общаться. Ведь дефицит искреннего внимания к ребенку ведет к росту преступности среди детей. Он хочет с родителями обсуждать проблемы, которые у него возникают. Ему нужно с кем-то поделиться, ему нужно с кем-то пообщаться. И когда он не находит вот этой ответной любви, ответного внимания, он пытается всячески психологически это внимание привлечь. И часто, очень довольно часто, это бывает в том, что он начинает совершать какие-то антисоциальные поступки для того, чтобы привлечь к себе внимание. Начальник криминальной милиции Виталий Копуляк не первый год служит в органах внутренних дел и разделяет точку зрения Вячеслава Кузнецова. Правоохранитель с уверенностью заверяет, что лучшая профилактика детской и подростковой преступности – это многогранное общение родителей со своими детьми. Надо разговаривать со своими детьми. И не две минуты или три минуты в день, как обычно он происходит, потому что жизнь такая быстротечная и у родителей не всегда хватает времени. Стараться максимально больше уделять времени ребенку, разговаривать с ним. Вторая ошибка родителей в воспитании детей – гиперопека, отмечают специалисты. Она приводит к тому, что ребенок вырастает крайне эгоцентричным человеком. Взрослее он уверен, что весь мир ему что-то должен. К негативному результату приводит и третья распространенная ошибка – авторитаризм, физическое и психическое насилие. Поэтому так важно соблюдать баланс в воспитании детей. Срабатывают и методы наказания, и методы поощрения только тогда, когда они применены вовремя и применены адекватно. И вообще, как у иезуитов, у них в келье каждого иезуита, который занимался педагогическим процессом, висела такой лозунг – никогда не спеши хвалить и никогда не спеши ругать, пока ты не знаешь истинных мотивов. То есть поступок может под собой иметь абсолютно разную мотивационную подоплеку. Всегда все классики педагогики, начиная с Каменского, они всегда предупреждали о том, что нельзя давать никаких готовых рецептов. Для того, чтобы этот процесс настолько сложный, что в принципе мы его не можем описать или смоделировать математически даже. По мнению психологов МВД, дети как губка, они полностью впитывают поведение своих родителей, поэтому нужно предельно внимательно относиться к собственным поступкам и поведению. Если родители себе позволяют какие-то отклонения в поведении в плане взять не свое, чужое, или выпить, или покурить, дети будут, как правило, делать то же самое. Потому что это мои родители, то, что делают родители – это хорошо. Если я буду делать то же самое, то это будет хорошо. Поэтому родителям нужно быть очень внимательными. Родительское воспитание – безусловно фундаментальный фактор в развитии ребенка, но нельзя исключить и сильное влияние школы и общественности, считает Вячеслав Кузнецов. Когда в товарищах согласия нет, на лап их дело не пойдет, и выйдет из него не дело, только мука, как говорил наш классик. Поэтому тут необходимо, поэтому вот проводятся и беседы, и с родителями мы пытаемся выяснить, так сказать, прийти к единым требованиям. Вот если будут одинаковые требования и одинаковые подходы к воспитанию ребенка, так сказать, создадим мы среду единую, которая будет придерживаться единых моральных требований, придерживаться единых правовых норм, придерживаться единых, ну, всех остальных социальных каких-то норм. Тогда у ребенка не будет возникать проблем, у него не будет формироваться двойственность. Каждый родитель мечтает о том, чтобы его ребенок вырос прекрасным человеком, раскрыл свои таланты и занял достойное место в обществе. Поэтому очень важно, как можно раньше, выявить природные способности ребенка и помочь ему развить свои таланты. Очень важно в отношении воспитания в школе вовремя распознать эту одаренность. Для этого надо наблюдать, смотреть и видеть. Вот, понимаете, ну, даже в этнопедагогике, во многих, ну, даже в Сковорода, он говорил, что, чтобы сделать человека счастливым, нужно найти ему сродную специальность. Не нужно тащить его в ученые, если у него нет потенциального вот этого интеллектуального запаса. Его нужно отправить к столяру, который научит его на уровне мастерства высочайшего делать какие-то столярные изделия. И ребенок будет счастлив, он не будет всю жизнь мучиться, что он отстает от своих коллег. Дети – это рентгеновский снимок взаимоотношений в семье, уверены специалисты. Ребенок – это самый главный экзамен для родителей. И чтобы он вырос хорошим человеком, ему нужно создать правильную атмосферу. Чтобы воспитать хорошего человека, его нужно поместить в хорошие условия. И эстетически хорошие условия, и в нравственно хорошие условия, и во все другие социально хорошие условия, благополучные. И тогда не будет никаких проблем и не будет никаких негативных проявлений. Потому что ребенок, ну он все время пытается испытать нас и как-то проэкзаменовать наш ответ на его, так сказать, поступок. Он поступил, как мы ответим. Ну а в конце концов, ну старый рецепт, в народные педагоги говорят, надо и наказывать, и поощрять, любя ребенка. Психологи, работающие с трудными детьми, тоже приходят к выводу, что универсальным подходом к детям является любовь. Любовь – это самое главное. Побольше проводите время с детьми, обнимайте их, гуляйте с ними, и тогда у вас все наладится. То есть нет каких-то конкретных правил. Все зависит от конкретного ребенка и конкретных родителей. Рецептов счастья нет, но вырастить ребенка гармонично и уверенной в себе личностью под силу и родителям, и педагогам. Главное – все делать с любовью к маленькому человеку. В завершении выпуска напомним, что показалось важным в этот день нашим корреспондентам. 22 ноября вся Украина отмечает День памяти жертв Голодоморов, за время которых, по разным оценкам специалистов, погибли от 9 до 15 миллионов человек. Помянула погибших и Одесса. На Лидерсовском бульваре к имиралу жертвам Голодомора 1932-1933 годов одесситы, представители власти и духовенства возложили цветы. Были свидетели, как моя бабушка, и многие, конечно, которые поумирали в 1933 году. Это было, конечно, страшно. Не дай бог, чтобы это повторилось сейчас. Кушали хлеб. Какой хлеб? Бабушка ходила к деревням, рвала листья липы, и вот из этого листья они пекли хлеб, от которого, конечно, тошнило. Или собирали мертвую картошку, которая оставалась после земли. И она отвратительная, конечно, на вкус, но вот этим и спасались. Подружка, которая вышла за село, и на ней напал человек, который находился в Камешах. Он был очень голодный, конечно, обессиленный. Он напал на эту девушину и ставил ее живцем гристи за плече. Она не могла обороняться, но очень кричала. Он также был внеселен, чтобы ее забить, а потом ее гристи. Ну, и кто-то почувал. Те же девчата там на краю села стали бежать и ее извольнили. А на Соборной площади в День памяти о жертвах Голодомора 1932-1933 годов проведен митинг реквиум «Зажди свечу». Свечи в этот день можно увидеть и в окнах домов украинцев. Бог ждет от человека, чтобы она любила правду, была милосердною и смиренно ходила перед Господом Богом своим. Тому, дорогие во Христе, если мы, сегодня, вспомнивши те жертвы, которые были покладены на жертвенник украинской державности, если мы не переменем себя и не ставим на шлях правды, добра и любови, то мы все так загинем. Основная роль участкового инспектора милиции – это оказание помощи людям в реализации их прав и законных интересов. Особое внимание органы ГОИ МВД уделяют профилактической работе, ведь она может существенно сократить количество преступлений в микрорайоне. Отдельное внимание уделяется посещению по месту жительства и проведению профилактической работы с одинокими людьми пожилого возраста с целью предупреждения о совершении в отношении этих лиц противоправных посягательств. С начала года в отношении данной категории лиц было совершено более тысячи преступлений. Из них только по городу Одессе – 296. Благодаря работе участковых инспекторов 233 преступления было раскрыто. Каким должно быть воспитание детей? Этим важным вопросом задавались во все времена и родители, и педагоги. На сегодняшний день существует множество методик и рекомендаций, но каждый родитель стремится найти свой собственный путь, который позволит ему воспитать в ребенке гармоничную и целостную личность. Но от ошибок никто не застрахован. Срабатывают и методы наказания, и методы поощрения только тогда, когда они применены вовремя и применены адекватно. И вообще, как у иезуитов, у них в келье каждого иезуита, который занимался педагогическим процессом, висела такой лозунг – «Никогда не спеши хвалить и никогда не спеши ругать, пока ты не знаешь истинных мотивов». Обо всех этих и других важных событиях дня мы расскажем в наших следующих выпусках. Субтитры создавал DimaTorzok